Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 11 июня. Вы смотрите программу День веков хронограф. 11 июня 1183 года египетский султан Саладин захватил сирийский город Алеппо. Тем самым Саладину удалось объединить мусульманский мир Египта и Сирии. Над остатками владений крестановцев в этом регионе нависла зловещая тень. Успехом Саладин был обязан в первую очередь своей хорошо обученной регулярной армии из турецких рабов – манлюков, включавшей в свой состав в основном конных лучников, а также ударные отряды конных копейщиков. Саладин будет еще 10 лет успешно воевать с крестоносцами. Главным его противником станет Ричард Львиное Сердце. После целого ряда грандиозных битв, приносящих победу то одной, то другой стороне, они заключили между собой в 1192 году непрочный мир. 11 июня 1900 года в Китае началось так называемое боксерское восстание. Одной из главных целей восставших была борьба с христианами. В ночь на 11 июня 1900 года на улицах Пекина стали появляться люди с красными повязками на руках – так называемые боксеры, члены тайных обществ – ихэтуань и датуань, что по-русски означает «кулак» во имя справедливости и согласия. И большой кулак. Эти люди были окружены легендами, в их огромную силу верили все – от государя и великих князей и заканчивая простолюдинами. Считалось, что благодаря своей экзальтированности ихэтуани приобретали сверхъестественные способности. Ну, например, становились неуязвимыми для меча и пуль. Ходили слухи, что им не нужно разжигать огонь, чтобы устраивать поджоги. Достаточно было только указать на здание, и оно тут же воспламенялось. Это сообщество имело общинное устройство и приличало народ своим учением о сверхъестественных силах. Целью сообщества было возвысить Китай и уничтожить иностранцев. Иностранцы именовались бесами. Крещеные китайцы – исчадиями их. А некрещеные, но имевшие с ними сношение – вторыми исчадиями. На боксеров же смотрели, как на воинство небесное. До весны 1900 года официальные власти Китая покровительствовали иностранным духовным миссиям. Но к лету императрица Цеси, славившаяся своей жестопостью, приказала войскам поддержать восставших в столице. Чиновники, подозреваемые в связях с иностранцами, были казнены. В Пекин бежали все иностранцы из провинции. Они искали спасения в посольском квартале в южной части города. Сотни боксеров с красными повязками на руках и ногах в сопровождении деревенской толпы и нищих окружили посольский квартал. Начиная с южного города по всему Пекину и за городом, мятежники предали сожжение не только жилища европейцев, но и кварталы, где жили китайцы-христиане. Вся местность в долине, где расположен Пекин, осветилась заревом пожаров. Всюду царил ужас. Слышались крики и стоны. Вот свидетельство начальника православной миссии. Еще накануне по всем улицам расклеены были прокламации, призывавшие язычников к избиению христиан и угрожавшие смертью каждому, кто осмелится их укрывать. В ночь с 11 на 12 июня боксеры с горящими факелами, появившись во всех частях Пекина, нападали на христианские жилища, хватали несчастных христиан и истязали их, заставляя отречься от Христа. Многие в ужасе перед истязаниями и смертью отрекались от православия, чтобы спасти свою жизнь, и воскуряли фимиан перед идолами. Но другие, не страшаясь мучений, мужественно исповедовали Христа. Страшна была их участь. Им распарывали животы, отрубали головы, сжигали в жилищах. Розыск и истребление христиан продолжались и все последующие дни восстания. По истреблению жилищ христиан их самих выводили за городские ворота в языческие кумирни боксеров, где производили им допрос и сжигали на кострах. Российская духовная миссия была официально учреждена императором Петром I в 1712 году. Хотя православие стало проникать в Китай и раньше, миссия осуществляла в основном дипломатические функции. Проповедование христианства запрещалось китайской властью. Тем не менее, к началу 20 века на территории Китая насчитывалось около 1500 верующих. Во время боксерского восстания огромное число христиан было истреблено. Церкви и школы по всей стране подвергались поруганию. Миссия была полностью разрушена. В число погибших зданий входили две православные церкви. Подворье духовной миссии с библиотекой, богодельней и школами. Сегодня 11 июня. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Теперь мы вам расскажем о событиях, произошедших в области науки и культуры. 11 июня 1913 года в Киеве открылась грандиозная всероссийская промышленная выставка. Выставка длилась целых полгода. Она не просто существовала, а постоянно трансформировалась и жила своей насыщенной жизнью, как самостоятельный живой организм. Выставка расползлась по всему городу. Разбилась на отдельные небольшие выставки и различные мероприятия. Всего в ней было 24 отдела. Среди них горный, металлообрабатывающий, инженерно-строительный, авиационный, автомобильный, садоводческий, речного пароходства, искусство, спорта и многие другие. На выставке был выстроен действующий макет шахты. Клеть с пятью экскурсантами, которые держали в руках шахтерки, опускалась на 14 метров, после чего экскурсанты могли пройти по штреку 20 метров. Слева и справа находились ниши, где и были выставлены экспонаты. Однажды на выставке, как писали тогда газеты, случился казус. Одна дама, зайдя в забой, увидела фигуру забойщика, лежащего на угле. Впоследствии, ну, вернее, даже вследствие отравления вредными газами. Дама, подогретая шампанским, подумала, что это не огромная кукла, а живой настоящий человек. И стала кричать и звать на помощь. Для выставки были выстроены капитальные для длительного использования павильоны в строгом классическом стиле. Отдельные павильоны сохранились до 1977 года. Территория выставки была украшена клумбами, газонами, фонтанами. На протяжении шести месяцев в разное время проводились всероссийские съезды акционерных обществ, заводчиков, кооператоров, городских деятелей. Была даже организована спортивная олимпиада. Поистине грандиозный размах. Полгода киевляне жили этой выставкой. Неслыханно обогатилась городская казна. На целых полгода Киев стал столицей мира и окрестностей, так шутили киевляне. Закрытие выставки состоялось в октябре. Был сожжен роскошный небывалый фейерверк. И в семь с половиной часов спущен выставочный флаг. И погашены все пять с лишним тысяч электрических огней. На выставке побывало около миллиона человек. Кроме этого, почти 100 тысяч учащихся и свыше 75 тысяч крестьян, рабочих и солдат посетили выставку бесплатно. На выставке приводились данные Центрального статистического комитета, из которых следовало, что Россия производила в среднем до 4,3 миллиардов пудов хлеба в год. И являлась главным поставщиком хлеба в государство Западной Европы. Так, в 1897-1912 годах в Западную Европу вывезено из России почти 550 миллионов пудов пшеницы, ржи, ячмени и овса. Тогда как из Аргентины примерно 160 миллионов пудов. Из Соединенных Штатов – 130. 11 июня 1934 года в Москве скончался советский психолог Лев Семенович Выгодский. Его школе, ученикам и последователям принадлежит центральная роль в развитии российской психологии в советский период. Ранняя смерть не позволила Выгодскому реализовать многие перспективные программы. Тем не менее, его идеи, раскрывавшие механизмы и законы культурного развития личности, развитие ее психических функций, таких как внимание, речи, мышление, аффектов, наметили принципиально новый подход к коренным вопросам формирования этой личности. И это существенно обогатило практику обучения и воспитания нормальных и аномальных детей. Это самый скорбный и мистический час. Такой час переживает душа во время чтения трагедии о Гамлете, принце датском. Самая непонятная и самая загадочная трагедия может раз и навеки ранить сердце с неизведанной до то ли болью очарования. Идеи Выгодского получили широкий резонанс во всех науках исследующих человека, в том числе в лингвистике, психиатрии, искусствознании, этнографии, социологии, дефектологии и других. Они определили целый этап в развитии гуманитарного знания в России и поныне сохраняют свой творческий потенциал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова